Всем доброе утро! Хорошего дня, хорошего настроения, позитивчика на день! И сейчас буду готовить завтрак себе любимой. Вот у меня в морозилке лежало вот такое вот бедро. Я кость вырезала, отбила немножко, его посолила, поперчила. Она еще немного мороженая. Но бедром жарить я сейчас это не буду. Я возьму просто его порежу. Ну, в принципе, очень удобно вот так вот заготавливать отбивнушки такие. То есть, вот сегодня думаю, что готовить сегодня. А тут раз уже и появилась идейка. То есть, в холодильнике у нас должны быть продукты, заготовки какие-то, чтобы мы не голодали. Все, бедро мое готово. Я приготовила кабачок. У меня здесь прям три вида кабачка. Простой кабачок, цукини и желтый кабачок. Взяла два гриба шампиньона, половиночка репчатого лука, чеснок и немножко имбиря. Из морозильника достала лук-порей и болгарский перец. Ну и, конечно, соль и перец. Идем готовить. Буду готовить на простом подсолнечном масле. Оно не очень полезно и оно для кето не совсем подходит или не подходит совсем. Но готовлю на нем. Так, разогреваю сковороду. Отставляю курочку. И еще даже немного мороженое. Тут главное поджарить курочку с двух сторон. Все остальное будет быстро. Так, дальше отправляю грибы. Далее лук. Чеснок, умбирь. Даем прожариться буквально минуточку. Отправляем кабачок. Еще на замок улыбает. Горим. И нужно помешивать, чтобы оно не пригорало. Овощи нужно просто чуть-чуть, ну, чуть-чуть подпушить. Нам же клетчатка нужна, нам же пищевые волокна нужны такие хорошие, чтобы они прочистили нас. Так, и теперь отправляем перец болгарский. И лук зеленый. Ой, это лук-порей. Посмотрите, какое цветное, красивое блюдо получилось. А еще и полезное. Теперь сюда добавлю чуть-чуть водички. Вот так. И на большой огонь. Например, если готовить такое блюдо, и нет какого-то ингредиента, совсем не беда. Если нет лука-порей, не надо бежать в магазин быстрее за ним. Можно спокойно обойтись без него. И хочу сюда добавить карри. Вот почему-то хочется. И теперь нужно посолить и поперчить. И второй раз подливаю еще чуть-чуть водички. Потому что кабачок как-то еще немножко такой... А, ну все, вот. Точти нормальный. То есть, конечно, нужно регулировать температуру. Как подлили водички, нужно дать огоньку. Красивое блюдо. Вкусное будет. Вот кабачок. Кабачок уже мягкий. Все остальное можно есть сыры. Мясо, сколько угодно шло. И в самом конце еще отправляю немножко чеснока. Перемешиваю и выключаю. И наши овощи с курочкой готовы. Сейчас накладываю в тарелку и посыпаю кунжутными семечками. И на тарелке 300 грамм овощей с курочкой. И присыпаю кунжутом. Вкусный полезный завтрак готов. Всем приятного аппетита. И мне тоже. Всем мира, добра, любви. Всем пока. И вы знаете, все время забываю за свои лепюшки, за свои хлебушек, когда спеку. Потому что я уже привыкла без хлеба все. Поэтому сегодня хочу сделать самый простой бутерброд. Это с моего хлебушка. Кстати, он такой мягенький. Вот уже, наверное, третий день, как он лежит. И он мягенький, нормальный. Беру свое элитное масло, которое 84%. Это бутерброд из детства. Потому что у меня в овощах жиров-то мало. Вот так. Вот будет завтрак. Еще чуть-чуть творога. И вообще все вкусно. И здесь осталась капелька творога. И вот капелька Теоса. Все смешала. И вот вчера делала черную смородину и красную смородину. Получился у меня вот такой вот микс. Смородина. Одна и вторая совсем без сахара. Не знаю, что получится. Даже если кисло. Ну и что? Вот сколько я здесь взяла. Две ложечки. Это 10-15 грамм. 15 грамм смородины. Полтора-два грамма углеводов. Это же капля. На этом все. Продолжение следует.